Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки. Также в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Амаркетс, где мы на ежедневной основе размещаем большое количество аналитического контента. Ну что ж, к повестке экономического календаря. Сегодня, друзья, выделить практически нечего, а точнее даже совсем нечего. Я предлагаю уже ждать, если вам нужен какой-то фундаментальный фонд, конкретный, статистический, уже завтрашнюю торговую сессию. Там будет несколько отчетов по роничным продажам в Англии и Канаде. О них, разумеется, поговорим в ходе завтрашнего брифинга. А сейчас, что происходит с теми инструментами и что случилось с ними за последнюю торговую сессию, теми активами, за которыми мы следим. Рынок нефти 80 долларов за баррель. Как раз текущее значение я рассматривал как самая оптимальная точка входа для формирования новых длинных позиций для тех из вас, кто хотел купить по привлекательным ценам нефть. Если, конечно же, вы согласны с теми доводами и аргументами, которые я приводил в плане очевидного перекоса между спросовым предложением в сторону дефицита предложения. Из последнего новостного фона, который сейчас интересен для всех инвесторов, спекулирующих нефтью, можно отметить, опять же, потенциальные решения США, которые могут в любой момент, в прямом смысле, друзья, принять решение начать продавать стратегические резервы либо ограничить экспорт. Кстати, оба эти сценария мы разбирали в ходе прошлого брифинга, сейчас повторяться не буду, но стоит отметить, что лидер сенатского большинства Чака Шумер фактически призывает администрацию Байдена принять эти меры как вынужденные, потому что в следующей неделе это день благодарения в четверг в США период активных автомобильных поездок в Штатах. И если Байден, конечно же, не хочет, чтобы его рейтинг доверия к нему опустился вовсе ниже плинтуса, ему нужно сейчас занять более проактивную позицию и обеспечить снижение цен на внутреннем рынке, цен на топливо. Ну, один из механизмов, который позволяет влиять на котировки и цены топлива, бензина, дизель, дистиллятов, это, конечно же, общая ценовая конъюнтура на рынке нефти. То есть, если Байден решениями относительно продажи статистических резервов либо снижения экспорта повлияет на рынок нефти, можно сказать, что он повлияет и на цены на топливо непосредственно внутри американской экономики. Но, как я уже говорил, даже, друзья, если это решение будет принято сегодня, завтра, под самое закрытие недели, это все равно будет иметь только лишь каткосрочное влияние на бренды WTI и потом котировки восстановятся. Также хочу обратить ваше внимание на очень интересный новостной фон, который, на мой взгляд, должен был бы привести к значительному росту цен на нефть. Ну, или, по крайней мере, к тому, чтобы цены удержались на тех значениях, к которым мы привыкли некоторое время назад. Это 82-85 долларов за баррель, но никак не просили. Это последняя оценка экспертов МАГАТЭ, которые отметили, что запасы обогащенного урана до 60% в Иране выросли значительно за последние несколько месяцев. Это значит, что Тегеран продолжает производить оборудование для своей ядерной программы. А это значит, что диалог, который был назначен на 29 ноября между США и Ираном относительно потенциального возвращения к ядерной сделке, изначально очень серьезно осложнен. Потому что Иран нарушает, в принципе, обязательства, не идет на компромисс, на встречу тем странам, которые, в принципе, призывают прекратить такого рода деятельности. И я допускаю, друзья, то, что даже когда начнутся переговоры в конце ноября, они вряд ли будут конструктивными. Поэтому не жду быстрого возвращения всех стран к ядерной сделке. И, соответственно, не жду снятия с Ирана санкций и возвращения на глобальный рынок иранских нефтепроизводителей. Поэтому те из вас, кто, возможно, рассчитывал на то, что сценарий будет другой, и поэтому полагали, что цены на нефть просядут, потому что, если Иран бы вышел на глобальный рынок с прежними объемами, это бы добавило на него больше полутора миллионов баррелей в сутки. И потенциально, конечно же, это было бы риском. Сейчас такой новостной фон, я думаю, лучше интерпретировать как позитивный. Поэтому надеюсь то, что покупатели выкупят нефть вот вблизи текущих значениях. Индекс доллара 95.80 развивается коррекцией и заманчиво сейчас. Очень хочется продать индекс доллара, но не рекомендую открывать новые позиции, как и ранее, пока мы не дождемся, уточню, на позиции американского регулятора. После выхода данных по инфляции, которые, как вы помните, стали максимальными за последние 30 лет в плане роста индекса потребительских цен. Выступление Паула в следующей неделе. Вот послушаем его, повлияла ли статистика по индексу потребительских цен на риторику относительно темпов повышения процентной ставки. После этого уже будем думать, как быть дальше. Золото 1865. Если вы, друзья, сидите в длинных позициях и ждете 1900, правильно делайте. Но я все-таки на самом деле немного испугался коррекции, которую мы наблюдали два дня назад. И сейчас еще более оптимальную точку входа. Рассчитываю на то, что золото скорректируется в район 1850, может быть, чуть ниже. Оттуда буду снова открывать длинные позиции. Если вас такой сценарий устраивает, и вы тоже согласны с тем, что прежде чем золото двинет дальше, будет коррекция, ну тогда давайте вместе ждать более достойную точку входа. В целом рынок драгоценных металлов интересен из-за старых добрых инфляционных ожиданий, из-за того, что золото сейчас пожинает плоды своей репутации, хеджевого инструмента проверенного в истории. Инструмента, который позволяет страховаться от инфляционных рисков. Общий лонг совокупный клиентский накапливается, по данным Американской комиссии по торговле товарными фьючерсами, CFTC. За последнюю неделю совокупный лонг был доведен до 125 тысяч. Это максимальное значение с марта 2020 года. Может быть, это что-то и значит. И, возможно, это, в конце концов, будет еще одной частичкой общего пазла, который отправит золото к, вероятно, новому историческому максимуму. Дальше по активам евро против доллара. 1,13-20 в целом нисходящая тенденция в приоритете. Цель 1,12 остается пока что, друзья. Данные по инфляции вышли накануне. Рост значительный, в принципе, как и ожидалось. Сейчас инфляция растет везде. Но этот отчет не повлиял на курс евро с позиции укрепления, потому что все прекрасно знают, что после последних комментариев Кристины Лагард ЕЦБ не собирается бороться с текущим ростом инфляции, который европейский регулятор считает временным. То есть такая же позиция, как у американского регулятора. А если мы сейчас вспомним про ситуацию с коронавирусом, именно обстановку в Австрии, в Нидерландах и в Германии, где вот-вот, вероятно, будут введены довольно жесткие ограничения, то евро выглядит довольно слабо. Фунт против доллара 1.3485 также снова усилили спекуляции на тему того, что в декабре нужно Банку Англии повысить процентную ставку. Я на самом деле на таких ожиданиях ранее обжегся, потому что думаю, что в ноябре уже решение будет принято. Но фунт вместо того, чтобы вырасти, сейчас просел. Поэтому я с набором длинных позиций торопиться пока не буду. Но если вас интересует прямо сегодня и сейчас сделка по фунту, то после последних данных по рынку труда, после вчерашнего отчета по инфляции, которая достигла 4,2%, восстановившись и рванув с планки 3,1%, базовое значение 3,4%, рос 2,9%, то это, конечно же, серьезная мотивация для британского регулятора в декабре ужесточить монетарную политику. Но думаю, друзья, то, что до декабря у нас будет возможность окупить фунта ниже текущих значений. И доллар канадец 1,2612, данные по инфляции, тоже максимальный рост за последние 18 лет 3,8% с 3,7%. Это базовая инфляция. Я думаю, что она повлияет на риторику Банка Канады в сторону более раннего повышения процентной ставки. Но нужно дождаться поддержки со стороны растущей нефти. Только в этом случае этот фонд будет действовать в связке и сможет поспособствовать тому, чтобы пара доллар-канадец пошла к нашей цели 1,23. Кстати, эксперты ING ждут 1,20 еще до первого квартала 2022 года. Хорошая цель. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всем пока.